всем привет приехал на подводную охоту на малую речку мотаясь уже часа два-три наверное съездил сначала в одно место за 50 километров от моего города на реку где есть хорошая рыба посмотрел прозрак где-то полметра расстроился и уже приехал обратно к себе в район и тоже приехал километров за не знаю 10 наверное от моего дома в общем помотался сегодня с утра нормально уже блин начало 12 я еще даже в воду не залазил вот сейчас буду переодеваться и полезу в воду здесь как-то я стрелял щуку на 4 килограмма рыбка здесь есть здесь закоряжена сети здесь не поставишь на лодке не поплаваешь с удочкой поэтому нет такого пресса на этот водоем как в других местах поэтому есть шанс встретить какой-нибудь трофей сазанов здесь я не знаю наверное не должно быть речка не глубокая не широкая малая река но щуку трофейную я буду искать сейчас охотиться буду с ружьем вектор все пошел переодеваться далее смотрите кадры прозрачность в этом месте оказалась хорошей в некоторых местах я видел метра 4 5 может быть даже 6 пока светило солнышко прозрачность была получше но потом через где-то час охоты солнце пропало небо затянуло облаками и стала серость какая-то и прозрачность немножко по тускнел так сказать речка здесь не широкая не глубокая самом глубоком месте которое я нашел было где-то полтора два метра это это на всем участке реки на котором я находился в этот день всего лишь в одном месте только нашел более меня какой-то глубину вот стоит щучка я сейчас ее стрельну попал выстрел но закачка не сильная в ружья и щука сорвалась гарпуна вот я подтаскиваю гарпун повтор сейчас вот видно как гарпун воткнулся в щуку в спину мясо прям и подтаскиваю гарпун щуки на гарпуне нету никто не знает насколько я был раздосадован что щука порвалась и ушла но я перезаряжаю гарпун подплывая поближе она стоит на дне она порвалась и на дно стало и стоит никуда не уходит потому что и так понял задеты были какие-то там важные ткани но очень сильно порвалась поматываю линь все снимаю одним кадром без вырезок чтобы было примерно понятно как это все происходит закачка небольшая не знаю даже сколько килограмм чешуя осталось на лепетке вот подплывая вперед смотрю она стоит на дне и решаю ее добрать чтоб не мучилась вот она порватая стоит и уже прицелился и метким выстрелом взял ее стрелял я самодельным гарпуном тайтянского типа производитель вектор делает гарпуны только резьбовые чтобы можно было накручивать наконечник я решил сделать все тайтянского типа чтобы не переживать о том что наконечник раскрутился и у меня на конце гарпуна накручиваются сменные головки можно накрутить дюбель трехгранник корону какой вам понадобится в общем повезло мне что щука далеко не ушла я ее добыл значит она вот порвалась очень сильно ружье я закачивал я ружье когда купил вектор 55 я его сначала стравил полностью а потом по документации которая шла кружил я накачал 20 килограмм сделал столько качков сколько написано что типа 20 килограмм будет но 20 килограмм мне кажется здесь нет в этом ружье либо она потравливает либо как-то очень легко но заряжается пеленга себя 15 килограмм уже с трудом с трудом заряжаю за лепесток а здесь якобы 20 и заряжается очень легко не знаю но у меня есть напольные весы надо через напольные весы проверить по щучка слева маленькая поснимала я немножко красивые окуня окуней было очень много в этот раз вот она ружья вектор 55 сантиметров подмотал немножко пенопласта потому что она очень тяжелая без пенопласта и руку тянет вниз потому что ручка смещена на конец ружья если было смещение две трети либо посередине тогда было легко а когда долго хочется толще воды в таких красивых местах то хочется чтобы было комфортно чтобы ружье руку не тянула в них рука не уставала и поэтому подмотал пенопласт и стало нормально комфортно вот еще одна щука стоит даже метким выстрелом не торопясь она уходить начала я все-таки взял повтор и попал ей нормально решил не особо не снимать этом чтобы она не порвала себя как предыдущая щука и уже нащупал ее мути схватила голову и уже потом решил только снимать красивом таком месте охотился природа супер безлюдная как бы по обеим сторонам реки лес народу нету не отдыхающих не проверили не проезжающих никаких и самое классное то что в этом месте невозможно подойти с берега там все завалено за коряжено упавшими деревьями никто не может нормально тут половить поэтому в этих таких местах малых речушках в лесах мне нравится заниматься подводной охотой потому что рыбки побольше водичка прозрачная людей нет и общем красота одним словом я очень сильно получил кайф в этот день получил много удовольствия положительных эмоций понаблюдал за красотами подводного мира рыбку поснимал вот она щука стоит где-то килограмма на 3 дальше я скажу вес какой у нее и вот я запечатлел кадр выстрела попал ей точно в спину ну немножко вот не вошел не вошло все ружье в кадр но ничего с это момент выстрела запечатлел это главное далее борьба с рыбой подтягивания оленя смотрю что флажок раскрылся и решаю протолкнуть гарпун чтобы у нее не было опоры чтобы порвать себя и на линии она уже себя не порвет вот такая вот красавица в этом месте я стрелял щупу на 4 килограмма вес этой щучки я скажу в конце видео так что кому не терпится можете перемотать но так смотрите до конца там все будет все цифры назову так сказать красивая щучка все-таки с одной стороны она себя порвала со стороны входа гарпуна щука такая рыба что она очень сильно стартует желательно ее пробивать сразу на вылет чтобы гарпун не застревал но так как в этот раз все выстрелы по щуке я делал сверху вниз потому что рыба стоит на дне солнце зашло и рыбка как бы стала ближе к дну и приходится стрелять сверху вниз поэтому гарпун не всегда проходит на вылет он зачастую застрелит в илу и рыба может вся порвать на гарпуне и уйти не повезло первую щуку я думал потерял но оказалось что она так сильно себя порвала что сил у нее уже уплывать не было и всю рыбку которую я видел все взял правда там уже последние несколько выстрелов там будут промахи стрелял я уже так чисто на скидку особо не целился прозрачность хорошая из 50 к вектором тяжеловато конечно стрелять далека но перед этим у меня стоял двухмиллиметровый солдемаровский линь как проволока он такой что не гнется грубый в общем на трофейную рыбу на само каких-нибудь там здоровых с 50 к вектором нужна элегантная снасть нужен такой линь чтобы он был максимально обтекаемый чтобы он не создавал дополнительных сопротивлений в воде при полете гарпуна и вот я такой линьок поставил он мягенький и выстрелы получаются более-менее точные прошлая подводная подводной охоты у меня не получалось так часто попадать по рыбе но в этот раз все-таки по щучкам я попал чему несказанно рад вот стою головлей нашел неплохих это не все которых я заснял их там было просто из на миллион наверное этих головлей вот подниму промахнулся подумал что больше не буду по головлям стрелять так как поищу щуку трофейную какую-нибудь пятеру хотелось бы конечно взять в этот день но пятеру я не нашел нашел как бы небольших щук но и на том спасибо вот если вам видео нравится пишите в комментариях что об этом думаете что мне добавить видео или убавить или там кто-то доснять дополнительно какие-то моменты вот еще по щучке стрелял по неплохой тоже промахнулся стая подлещиков вышла на глубине где-то два метра там нашел место тоже промах но ничего рыбку я в этот день взял тут уже камера у меня перестала записывать она разрядилась и выстрел не запечатлел взял я еще одного головля сейчас вы увидите вылез из воды занимался подводной охотой охотился с ружьем вектор сегодня вот такую рыбку удалось добыть 3 щучки и 1 головля охота я доволен поохотился часа два здесь речка протекает в лесу людей здесь нет погода только испортилась приехал было еще более-менее так солнечно а сейчас пасмурно небо все белое и такой мелкий дождик моросит охотился сегодня в ластах лидер финс не стал одевать носки десятку и зря новски эласт а находился в носках пятерка эласты и дельфин софт довольно таки комфортно ноги не устают прозрачность воды радует метров 5 наверное есть метр 4 5 вот так вот но местами и больше но если бы было солнце вообще было отлично видно метров наверное 67 было видно сейчас жду фонарик он уже по россии едет ко мне с алиэкспресс аккумулятор у меня есть буду скоро охотиться ночью ночью можно поплыть в те места где днем по тем или иным причинам не получается охотиться и буду охотиться значит фонариком интересных местах надеюсь что удастся найти какой-нибудь трофей снять это на камеру момент выстрела по трофейной рыбки хочется сазанчика стрельнуть сумика амура толстолоба ну а там как получится сейчас буду переодеваться поеду домой погода портится возможно будет сильный дождь а туда куда я заехал здесь дороги нет и обратно если ливень пройдет я могу и не выехать поэтому всем кто досмотрел видео до конца спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал если вам понравилось это видео нажимайте колокольчик чтобы вам приходило уведомление о том что на моем канале вышло новое видео охочусь я регулярно можете посмотреть за последние два три месяца у меня ролики выходит часто поэтому роликов еще будет много охочусь костюме 10 миллиметров поэтому буду охотиться до самых ноябрьских холодов до конца ноября пока лед не начнет становиться на реках все всем желаю хорошего дня почаще убираться на природу заниматься любимым хобби всем пока весы по нулям взвешу самую крупную щупу два четыреста тридцать ну нормально в общем два с половиной килограмма